так ну что продолжаем смотрим картинку видим что вот это стекло у нас на косу идет и дальше тоже продолжается и окна заходит немножко на крыше вот этому сейчас попробуем с вами и повторить так ну что ж давайте так и сделаем пойдем вот сюда и первонаперво что я хочу сделать вот эти смещения которые тогда получились у нас так так их подтянуть сразу сутан напрямую так вот так и вот эту часть тоже немножко сдвинуть хорошо отлично так теперь нам надо сделать разрез еще вот по этой штуке наверно на всяком случае вот тут внизу обязательно сейчас мы это сделаем возьмем ножичек так это у нас отключено то есть по всей будет резать вот так зажавшись чтобы это было все равно далее мы можем сразу же сделать наискосочек вот это немножко не да вот так и посмотрим сейчас в том окне будет теснее все вот так вот она у нас получилось наискосок что у нас на референс кабины так вот так все правильно наскосок у нас получилось и мы можем сделать еще один разрез сразу же здесь ножик чтобы отделить кабину от салона так здесь салоне нам нужно будет выпрямить уже окна окна ну а потом поделим уже на нужное количество чуть меньше вот так ну и давайте по выдавим тут выделим этот полигон пойдем пойдем в полигон и сюда выделим его и тоже применим экструд нажимаем но сначала бы нам надо внутри выдавить конечно сначала надо внутри так где то вот так сделаем посмотрим сейчас ну да я думаю для кабина как раз то что нужно смотрим с другой стороны а вот видите вот эта ошибочка назад пошли то есть с этим надо быть аккуратно если мы хотим только одну сделать то давайте делать одну отключать выделение вот здесь включить только видимое вот тогда у нас не будет никаких гадостей видите так все теперь говорим от струда внутрь отлично хорошо ну а тут мы уже сейчас с вами посмотрим как нам лучше сделать возможно возможно нам надо вот эти два опустить ниже эти два должны на расстоянии быть под этого хорошо все получилось теперь выделяем опять полигон вот этот и вдавливаем с помощью зажатый control вдавливаем внутрь таким образом получаем окно кабины водителя сверху или тут нет водителя здесь просто сидят пассажиры не боится ну и то же самое сделаем вот здесь сказано сделано теперь давайте займемся верхними окнами выделим наши точки а здесь надо вот включить теперь вернее отключить что только видимые и невидимые и доводим его вот до этого же состояния то есть вот на это хорошо что-то сдвинуто у нас сейчас видите не знаю когда это случилось но случилось поправим сейчас ну и проблему хорошо то есть мы видим здесь на картинке что у нас окно выходит выше чем вот это окно то есть оно чуть-чуть наверх загибается да ну давайте тоже такое что-то сделаем посмотрим сейчас так не забываем что мы все-таки делаем примитивы да не забываем об этом но тем не менее я бы такой чтобы я вот эту часть сюда сдвину немножко хотя может и так и оставим так вперед глаза боятся ноги делают сказал Ричард так давайте поднимем нашу мощь верни крышу чуть-чуть повыше поднимем даже не все наверное а вот эту часть вот эту часть мы поднимем вот так да создадим сразу обтекаемость и в то же время мы сможем здесь сейчас провести чуть-чуть сюда провести линию ну уж великая вещь в этом деле так попробуем вот отсюда повести не получится возьмем эту точку и вот отсюда и поведем зажавшифт вот так вот вот так нам будет хорошо и удобно далее выделяем вот эту и отодвигаем на определенное окошечко допустим у нас такое будет окно потом мы с этими разберемся чем хорошо когда у нас точки мы можем их спокойно двигать распределять так как нам надо уравнивать при желании отодвигать в общем это хорошая такая вещь так так вот я смотрю сейчас давайте мы глянем еще раз так ну довольно таки широкие эти у нас да поэтому мы и здесь тоже сделаем довольно таки широкое расстояние вот так вот так хорошо возвращаемся в этот вид отвлекаем его сюда разворачиваем и вот нам надо вот эти полигоны сейчас вот эти отключаем отключаем только видимые чтобы у нас на обратной стороне не получилось вот так у нас будет заходить на крышок ну что я и хотел далее берем зажимаем shift и немножко вдавливаем вот так да они вдавлены все вот так чуть-чуть так сколько у нас получится окошек то в принципе давайте посмотрим раз два три четыре четыре окна здесь у нас раз два три четыре пять да потому что они подлиннее будут вот поэтому мы с вами сделаем следующее мы возьмем просто вот эту часть пойдем в точки вот эту часть и вытянем вот сюда чтобы нам опа видите стоит вытянем сейчас эту часть и немножко так раз вот так чтобы нам хватило на пять окошек ну и я сейчас эти пять окошек сделаю а потом мы с вами вернемся к видео так вот они окошки эти готовы давайте посмотрим как они выглядят вот так они выглядят вот тут что-то у нас неправильно видно какой-то уголочек непонятно может быть это просто так с этой стороны посмотрим ну все вроде так так и теперь давайте в круговую еще здесь сделаем вот выделим вот это можно конечно включить здесь есть такой select есть он в круговую то есть выбираем ребро и у нас все в круговую выделяется посмотрим да а то что нам не надо мы можем конечно вот отключить вот это нам здесь это не нужно нам нужно только отделить верхние окна от нижних поэтому мы мы воспользуемся только вот этим для этого берем трансформацию так не знаю как по-русски и начинаем выдавливать вот так чуть-чуть да совсем немножко хорошо смотрим да то что можно а вот эти два вот эти два с помощью выделения точек задвинем назад вот ну-ка я у меня вот она так выделяем это тоже так ну-ка что у нас с одинаково того убралось это вот это тоже и двигаем назад вот то что нам и требовалось доказать теперь у нас верхний этаж готов выделен отлично смотрим угу пока это слабо видно да все мы можем отключить background вот так посмотреть так вот все нормальненько все хорошо но вот этот меня не устает удивлять а ну мы видим здесь отошло что-то то есть вот этот стоит на иксу да на расстоянии x59 603 видите вот здесь мы выделяем это дело копируем переходим в эту точку и видим что у нас отличие поэтому сейчас выравним таким образом нам надо было не по иксу ребята делать нам надо было по по z вот это синий это z нам надо туда ее вдвину так она 99 46 выделяем переходим сюда она нет 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 вот вот здесь смотрим вот он x az 149 18 а здесь он 115 вот этот 1 миллиметр и 1 сантиметр он играет эту роль вводим сюда называем эту все теперь у нас должно быть одинаково все когда двигаешь точка где-то что-то может сдвинуться поэтому такие вещи происходят но я говорю поправляются они довольно-таки легко таким образом смотрим вот видите исчезла эта вещь так теперь покрутим автобус туда-сюда подлетим внутрь циклиность можно пошел так и смотрим здесь у нас слишком большое расстояние поэтому это такое большое не нужно то есть мы подвинем просто сюда вот так подвинем и все хорошо так смотрим отлично все как нужно если нужно будет то мы еще чуть-чуть крышу допустим поправим тем что чуть-чуть ее пониже слишком толстая большая крыша опять та же самая ошибка вот здесь включаем включаем что мы видим теперь все даже сбоку по боку так вот так ну и что ж я вам скажу нам сзади то тоже надо будет сделать окно наверное очевидно давайте сделаем его вот так экструд экструд вот так мы и правильно сделали назад нам надо выделить так же как и здесь все эти окна вернее все эти полигоны которые идут до крыши вот так вот теперь все вернее будет и теперь мы ее экструдируем внутрь раз прекрасно и задвигаем с помощью зажатого контрола внутрь чуть-чуть а может быть даже и наружу все таки он более-менее выпуклый бывает или сзади а вот и покой да даже можем теперь еще немножко ее поуменьшить оп выбираем трансформирование и вот так делаем вам вот такой небольшой загибчик смотрим здесь у нас что-то произошло так включаем вот эти два хотя они все верно и делаются все правильно ничего здесь не произошло все хорошо отлично отлично ребята мы с вами встретились вернее выполнили задачку по о чуть не сказал что выполнили смотрите вот здесь появилась какая-то ерунда полная то есть где-то мы выделяли не замечали приходится возвращаться назад все что делать вот видели то есть тогда когда мы выделяли полигон вот здесь эта ошибочка и произошла то есть не забывайте отключать при выделении вот здесь видимые и невидимые вот видите как она выделялась нам это как раз не надо нам нужно только вот эти полигончики повторяем мы не говорим что экструдировать внутрь так ну и сейчас мы можем вообще-то применить просто это вот бэвел и он нам выдавит наше окошко очень аккуратно и чисто вот так все с этим заданием мы справились вверх у нас готов следующая задача сделать низ но это уже в другом видео смотрим смотрим тут тоже что-то ненормальное немножко потом посмотрим что-то здесь но это из-за этого треугольника может быть тут вот этот треугольник он тут кое-что ломает но ничего страшного так на этом я с вами прощаюсь до следующего видео пока